Обработка вокала — это краеугольный камень большинства песен. Без хорошего вокала редко получается хорошая песня, и всегда стоит цель хорошо вокал обработать. Сегодня я покажу, как я это сделал в песне «Если б ты любил». Это не урок, я никого не учу, я лишь показываю, как это делаю я. Это важный дисклеймер, а то я уже начинаю уставать от этих возбужденных людей в комментариях. Ребята, я просто показываю, как это делаю я, а не как правильно. Вот тут самое место для заставки. Вы прочитали название и решили узнать, как сделать тёплый и близкий вокал. Всё достаточно просто. Хорошо, запишите ваш вокал, поставьте микрофон поближе к арту и нажмите «Запись». И будет у вас близкий вокал. Второй шаг стоит уже в обработке. Предлагаю не тянуть резину, а посмотреть, что у нас за песня на хирургическом столе. Спасибо огромной Лене за смелость, что она позволила показать внутренности песни на большую аудиторию. Многие артисты к такому не готовы. Поверьте мне на слово. Лене, респект, стрит кредабилити и умаева мощь и дыру. А это смотреть мой рипер. Предлагаю поначалу познакомиться с проектом. Он устроен достаточно просто. Здесь не очень много инструментов музыкальных. Вокальная партия достаточно простая. У меня всё элементарно. Жёлтенькое, если вы видите, это значит вокал. Если видите что-то лазурно-зелёное, это значит какие-то пэды, синты или что-то такое. Если видите что-то синее, это обязательно должно быть пиано или рояль. Если вы видите что-то красное, это, естественно, барабаны. А если вы видите что-то фиолетовое, это басы. Собственно говоря, здесь больше ничего нет. А, здесь зелёненькое, это гитары. Всё элементарно просто. Значит, здесь у меня находятся дорожки. Справа у меня находится мастер-секция. Давайте разбираться, что здесь на самом деле происходит. Сначала, я думаю, следует послушать песенку, для того, чтобы понять, с чем вообще мы имеем дело. Я в тебя от беды сберегла. Тепло в твоих плечах бы хранила. Я в тебя от дождя укрывала. Сколько на душу серых дней Наставленных пустых домов Среди кем-то брошенных важных слов Гуляет любовь Её совсем не берегли О ней никто не говорил Прижавшись к зацарапанной стене Любовь устала бы Да я в тебя от беды сберегла Тепло в твоих плечах бы хранила Я в тебя от дождя укрывала Если ты любил меня Если ты любил меня Любил меня Песня, она уже ушла на все площадки Она уже готова и сделана Значит, она сделана полностью на плагинах Никакого я железа не использовал Хотя пытался использовать железо Об этом мы тоже поболтаем Значит, наша цель сделать вокал максимально близким Как я уже говорил в начале этого видео В заставке до О том, чтобы получить близкий и классный вокал Нужно его бы неплохо было бы записать близко к микрофону Это даст наиболее натуральный звук близости Который можно получить Но здесь есть несколько фишечек О которых я хотел бы поболтать Смотрите, этот вокал Не очень богат на низкие частоты А хотя, по-хорошему Если мы хотим действительно близкий вокал То добавить низкие частоты Ну, прям надо бы Прям надо бы, чтобы в вокале было Как можно больше низких частот Но конкретно здесь Лене Кстати говоря, артиста зовут Лена Август Лене не очень идут низкие частоты Я пытался добавлять ей низкие частоты Она начинает гудеть Она не начинает звучать богато, близко и фундаментально Она начинает звучать Как труба, которая гудит Что абсолютно не укладывается В представление о том Какой я хочу видеть звук этой песни Именно вокал В этой песне Поэтому у нас получился близкий звук Но при этом Достаточно сдержанный Мягко говоря По низким частотам Он такой Больше поп-звук Еще вы могли обратить внимание Это уже касается самого микса Что микс недостаточно Как бы сказать Недостаточно попартикулирован Любая попса Вот сейчас вы включите там Анну Асти Или какой-нибудь там Мэри Гу Или кого-нибудь еще угодно То все будет очень Снэппи Все будет очень Очень Ярким Очень Насыщенным на транзиенты А здесь Их нету вообще Все очень масляное Все очень прикрытое Все очень такое вот Ну вот такое вот Это было прям осознанное решение Давайте мы сейчас поболтаем Про осознанное решение Для того чтобы Я с себя Снял этот крест И Не переживал потом по поводу Чтобы вы сейчас мне писали Комментарии Типа Санек А что как звучит Так звучит Потому что так просил меня Сделать Артист Артист Помимо того что Автор слов Исполнения Еще артист Автор музыки Еще артист Совсем продюсер Что бывает не очень часто И Вкус у этого артиста Тире Продюсера Что надо На мой вкус Значит мне было дано Три референса Для этой песни Значит По Этим вот бэкам Которые появляются Которые довольно большие Которые занимают много места И Находятся в небольшом Пространстве В таком Но в гулком Но коротком Это референс был Песня Don't Don't At Me Этой самой Как ее зовут Белялиш Сейчас я попробую Включить Немножко вам Чтобы было понятно О чем шла речь Вот это у нас был Референс По Бэкам По Низу Этой Толчкам Низкочастотным ударом Референс Была песня Charmes Я не знаю как это читать Извините пожалуйста All Time Low Я думаю вы знаете Эту песню Она звучит вот так вот Чуть Тихо Слышно да Какие низкочастотные Пинки Очень мягкие были И вот у меня Артист Лена Просила сделать так же Но еще меньше Чтобы были бочки Чтобы бочки были прям вот И когда я скинул первый микс Он сказал типа О да Прям вот бочки То что надо Они такие мягкие И они прям еле-еле Толкаются Как бы это идет В разрез С экономом Сегодняшнего Сегодняшней поп-музыки Но это был Запрос автора Также Автор меня попросил Сделать Вокал Как в ее песне Которую я же сводил И мастерил Еще Прошлым летом Это песня Которая называется Заря Которая вышла на альбоме Заря И там мне понравился Очень близкий голос Который я ей сделал Он довольно был Крепко сатурирован И это было Референсом Для этого же вокала Если вам интересно Зачет вот так На дороге Пройдешь Сама Ну я думаю Вам все остальное ясно До того как идти К обработке Смотрите какие там У меня висят плагины Давайте сначала Поболтаем про монтаж Потому что монтаж В песнях Таких песнях Которые Ну такие типа Близкие Камерные Теплые Это же какой-то типа Фолк Поп Инди Фолк инди поп Это называется Я даже не знаю Как это назвать Лучше И здесь очень важен монтаж Потому что Любая Буковка К Которая осталась Любое размыкание Которое осталось Вот это вот При вдохе Какого-нибудь Или там При проговорении Кого-нибудь Согласного звука Очень сильно Слышно Попадает В микрофон При близком съеме И это очень может Сильно разрушить Картину того Как оно есть Поэтому монтаж Имеет большое значение Сейчас маленько Тут откатим Отображение Чтобы было вам понятнее Значит я Во-первых Ручками всегда Прорезаю все вдохи Потому что компрессии Как правило У меня довольно много И любая компрессия Сделают из любого Вокалиста Асматика Который делает Такие вот штуковины Чтобы их не было Я ручками убавляю Вдохи на минус Почти 18 децибелов Также здесь вот Я вот вы можете видеть Отрезал кусочки Двигал их То есть я слегка В грув двигал В вокал Там где мне казалось Что можно Поднять в грув И станет лучше Здесь особо Ничего не потребовалось Делать А вот тут уже Вы можете видеть Потребовалось Значит я ручками Прорезал буковки С Это вот буковки С Сейчас я Ну вот раз А вот это видите Я не прибирал Потому что мне казалось Что она достаточно Люк Какой бы у вас Десер не было У меня здесь естественно Есть Десер Причем у меня есть тут два Это Десер От Фильтра И Десер от РЭКС От РЭКС Десер на самом деле Просто фантастический Обычно он Закрывает все вопросы По буковкам С Но бывает такое Что если микрофон Не очень здорово Подходит артисту Здесь Я не знаю Кстати говоря Лена мне так не сказала В какое микрофон Она пишется сейчас Но до этого альбома Она писала В РОДНТ-1А Который достаточно Сыпучий И ядовитый Поверху А еще я знаю Что у нее Где-то в доступе В ближайшем Есть ТЛМ-103 Нойман Который тоже Не отличается Классным верхом И эски Блин Уничтожают меня эти эски Поэтому вот видите Их тут Пришлось некоторые Прорезать Так же да Я тут маленько Подвигал в грув Побавлял вдохи Но вдохи я никогда Не удаляю вообще И на совсем Потому что в такой музыке Нужно чтобы Было ощущение Что артист вдыхает А то Если вы будете громко Служить такую музыку В ушах Которая значит очень близко И вдруг артист Не дышит уже минуту Вы начнете ощущать Что вы слегка Задыхаетесь сами Чтобы этого не было Пришлось Ну вот Покайфовать И Попрорезать все Вдохи Так же давайте Рассмотрим то как Работается с бэками Так как бэки звучат Очень громко И они появляются В пачке Вместе Потом туда же Они и пропадают То я вырезал Все согласные Ну почти все согласные Из всех бэков Потому что буквки С, К, Т, Ч, Ш, Щ Они усиливаются И начинают слишком Сильно стрелять Если мы послушаем Бэки Этой песни То они звучат Примерно Вот так Ну кстати Прям ничего Прям было За царапанной стене А вот тут допустим Ага Вот тут уже было Бажных слов Да Вот таким образом Я убираю То есть я какие-то Немножко оставляю Но в основном Я прибираю Все согласные Для того чтобы Они не складывались С основным вокалом И еще Я всегда Убираю вдохи Во всех бэках Для того чтобы Вдохи Ну то есть Вот это усиление Которое я говорил Не случилось Если честно Чисто продюсерски Наверное я бы Основной вокал Сделал бы маленько Погромче Как в поп музыке Здесь Но у меня еще было Демо на которое Я ориентировался И которое звучало Ну в котором Вокал был утоплен В музыку И это было Желанием артиста И это желание артиста Это закон Поэтому я Мне пришлось Немножко прибрать Основной вокал Хотя я его Поначалу делал Немножко громче Но я ориентировался Естественно на демку И когда артист Просил немножко убавить По-моему Она просила меня убавить Если честно Я вот Или я ориентировался На демку утопил В общем Я бы на свой вкус Если бы я был Продюсером Я бы конечно сделал Вокал Маленько погромче Но для такой музыки Это работает То есть нужно понимать Что это не классическая Поп музыка Которая играет на Русском радио Про инструменты Наверное говорить Сейчас нет смысла Потому что это сейчас Не об этом видео Но инструменты Все были нормальные И в чем приятность Работать с человеком Который Чувствует музыку В том что Допустим Вот у меня есть бочка Нет никаких обработок У меня есть клэп На нем нет никаких обработок У меня есть Мне еще что-то называется Перк Перкашен На нем Это тут Нет никаких обработок Можно даже удалить Этот Есть бас На котором у меня Ровно 2 Плагинки Это Как бы компрессия Небольшая Очень легкая Вы можете обратить внимание И вот такой вот Бас энхансер О котором я как-нибудь Потом вам расскажу Там типа На гитарах Скорее всего А на гитарах Побольше Обработки Смотрите Но на пиано Нет никаких обработок На пэд Тут есть Эквализация Ну типа вот Вот такая вот Эквализация Единственное да Что здесь Есть такие колокольчики Сейчас я их включу и покажу Вот здесь вот прям слышно их Вот что будет Да вот они Они на некоторых наушниках Слушались немножко ядовито Поэтому здесь пришлось Их просусить Но это все что я сделал Поэтому больше к музыке Возвращаться не будем Давайте болтаем про вокал После того как Редакция вокала сделана Кстати говоря да Нужно сказать что Лена поет Очень здорово Она сама преподаватель По фортепиано По гитаре И может быть по вокалу Вот это я не помню Но в общем То что она поет Замечательно Это как бы факт Состоявшийся Поэтому тюнтью не нужно Но я Ради своего успокоения Повесил просто В эвский Реал Тайм Тюн И окатил его на 40% То есть он срабатывает Не очень Остро Немножко Здесь вот есть Реатюн Который Который Я провел какие-то нотки Вот эти ноты Провел одну Все что ли Ну как будто все да Я провел одну ноту И все Собственно говоря Это весь тюн На бэке Я пытался вешать Разные эти самые Реатюн Вот тут прям Их видно Что они тут есть Вот эти все тюны Но потом я их все отключил Потому что они Не строили С основным вокалом Потому что там есть Такие мощные подъезды Которые Тюны все убивают Тут какой-то остался Из канала Ну ладно Пускай будет Так Смотрите Теперь по обработке Что у нас тут есть У нас есть Три вокала Это Припев main Main куплет И Люби Это как раз Как бы Люби меня Как бы Бридж Наверное В шине В шине В вокал Мне тут Кажется Что много Плагинов А это Рассказано Решины Лид вокала Вот она Но на самом деле Здесь у нас есть Маус деклик Который при близком съеме Убирает все Эти все штуковины Съедает Потом есть Real tune Который я вам показал Потом есть Real time Который я вам уже показал И есть эквализация Значит эквализация Тут была такая вот Так как я понимаю Что Лена пишется В помещении Не очень Круто подготовленном Не в огромном помещении Огромного объема То Вот эти вот Резонансы комнаты Мне захотелось У нее убрать То есть я убрал 250 415 И 720 Убрал Динамическим Эквалайзером Немножко так Отрезал ей низ Потому что Вот как раз таки Здесь это будет сейчас видно Я думаю вам на Wave В форуме Тут прям Где-то прям Было очень видно Вот здесь вот Очень видно Что достаточно Ну есть какой-то гул Низкочастотный При записи Я уж не знаю Что это было Но его Я решил отрезать Но вообще Я на самом деле Последнее время Не часто режу Низ на вокалах Потому что Он становится Немножко тощим Когда не режешь Низ на вокалах Он такой прям Жирный Классный Подобрал компрессор Им оказался Телитроник Салли Туэй И я попробовал Настоящий Живой Вам наверное Будет его здесь не видно Но он здесь Находится Настоящий Живой И железный Разница Была Но настолько крошечная Что ее слышно было В миксе Ее не было слышно Когда звучал Голос в соло Ну Может быть Железный был Чуть-чуть поинтереснее Чуть Мне показалось Что нет разницы Здесь Использовать Железный Потому что Они выполняли Одну и ту же функцию Они стабилизировали вокал И делали его Немножко поп Телитроник Салли Туэй Вот этот вот Он делает вокал Немножко поп Звучащим Он как будто бы Слегка делает Смайл керф И прям вот Все так Прям раз И звучит Как поп-музыка В хорошем смысле Этого слова Поэтому я Остановился На плагинце Который абсолютно Сработал на 100% И я ни секунды Об этом не пожалел Следом был у нас Такой вот Компрессор Он довольно редкий Насколько я понимаю Вообще железных Их очень немного О нем я узнал От Майкла Браура Которого используют В своем знаменитом Браурайзинге Это один из его Типа таких вот Компрессоров Он ламповый И в режиме Рейшо 2 к 1 И Я тут миксом Пользовался Да Микс у меня стоит На 50% Вот этот вот Компрессор Вообще не работает Ни на каких Вокалах в принципе Кроме Лениного Вот на Ленином вокале Он Делает его ближе Вот здесь Я давайте Может быть Возьму Да покажу Надеюсь Звук из колонок Не будет опаздывать Со звуком Который я здесь Вам включаю Ну Давайте попробуем Давайте попробуем Скуплетик Да Видите Как вы видите Срабатывает Он не очень Активно Но без него Неплохо Но с ним Он немножко ближе Слышите Появилась у него Близость И теплота Которую Добавляя Эквалайзером Я получал Гул А с ним Я получаю Близость Без Вот он Выключился Холоденький И далекий Теплый И близкий Понятно Что эта Разница Еле уловима Понятно Что она Если вы сейчас Слушаете С динамикой Телефон Вы вообще Скажите Че Какая разница Но если вы Слушаете Хотя бы В классных Наушниках Вам будет очевидно И вот Весь прикол в том Что я его купил Только потому Что он Подходит Лене И больше Никому не подходит Я его сколько раз Не пробовал На ком только Не пробовал Он никому не подходит Он всех Делает гудящими Но на Лене Он звучит Просто феноменально Здорово Я не знаю почему Такая вот штука С ним С этим Компрессором Удивительная Что вот он Ей конкретно Подходит Одной ей Пока других вокалов Кому бы он подошел Я лично Не стучал Может быть вы Поищите Среди своих артистов Кому нужен близкий И жирный звук Вот эту штуку добавить Повторяется легкий гул Который ей идет Просто на пользу Вот Это как бы Здесь моя Получается Такая находочка И когда они работают вместе То есть да Вы понимаете Что здесь нету Быстрой компрессии Она в такой песне Противопоказана Можно конечно Выложить стрелку На 1176 Но вряд ли бы Это звучало здорово Что-то мне это подсказывает Да вот я вот Как раз Пользовался Компрессором Пытался Только у него Почему-то нету Этих посылов Может я просто Открыл не тот сейф А потому что У меня сейчас Не карта подключена А я пишу звук Ну это не важно По поводу эквализации Значит да Вот я тут немножко добавил Короче Это бесплатный У меня даже О нем есть видос Про 5 бесплатных Или там Почти бесплатных плагинов Которые я использую Каждый день Он там есть Это от Акустика Аудио Кофе Пан Вы можете попробовать И скачать Он примерно работает Как пултек эквалайзер По смыслу Но по реализации Он ядовите Но Лене он подходит Невероятно здорово Значит здесь во-первых Можно нарулить Следующую схему Вы берете Здесь вы берете 150 И вырезаете И берете 120 Я думаю видно вам Да И добавляете И там Из-за того Что какие-то Странные Происходят кривые Вокал гудеть не начинает А жир у него добавляется Здесь есть кнопочка При Которая подогревает сигнал А любой Сатурированный сигнал Главное Тут нужно Понимать Какая сатурация Она бывает разная Но вообще Сатурация Тепленькая Ламповая Делает ощущение Близости Теплоты И вот такого Вот объема Который нам Нужно было получить Поэтому Здесь я нажал Кнопочку Пре И раздул На 14 кГц Вот такой вот Штуковинный На 2 Чуть больше Вместе С ним С ним Услышали Надеюсь Я не слишком Быстро Это показываю Потому что Мне нет очевидно На что обращать Внимание Надеюсь Что и вам Тоже очевидно На что обращать Внимание Дальше у нас Идут Десеры Два Которых я вам Уже показал Раз-два Тут ничего Сложного Нет Мы убираем Эски И я потом Попробовал Радиатор Я частенько На олене Раньше На вокалах Люблю использовать Он дает Специфичную краску Немножко так Немножко так Подчеркивает звук Отделяя его От музыки Потому что Если вы сейчас Можете обратить внимание Что музыка Чуть-чуть Налазит на вокал Я Хотел Чтобы вот это Взаимопрагновение Музыки Вокала Случилось То есть Когда музыка Слегка Загораживает Вокал Это не всегда плохо Иногда это умышленно Делается И радиатор Обычно это делает Но здесь он делал Слишком Слишком То есть Мы можем послушать Сейчас он находится В байпасе Сейчас без него Потом с ним С ним Оставленных Пустых Домов Ну Слышите Сейчас я вот думаю Может быть И оставил бы я его Если бы сейчас Я сводил Но в тот раз Когда я сводил Мне показалось Что Too much Небольшой Напишите Что вы думаете Too much Или не too much Но мне казалось Что это было так Давайте мы потушим его И здесь есть Промби Который контролирует Немножко низ Потому что Мне все-таки Сказал что есть Легкий гудеж Который охота Приконтролировать Ну это все Видимо Комна А еще Помимо комнаты Ой сейчас Что-то я услышал Какой-то у нас был Рассинхрон По тюну Небольшой С бэками Что-то меня там Отключил не то Что что нужно Но послушайте В оригинальной песне Этого не будет Все Собственно говоря У нас На вокале Больше ничего нет Кроме посылов На реверберацию Тут ее много И у нас есть посыл В вокал-бас Это вокальная шина В которой есть Проси В режиме бас Он работает И он достаточно быстро С 2,5 секунды Жмет вокал И бэки Вместе И они из-за этого Склеиваются И звучат Единее Чем без него Это собственно говоря Все что есть Кроме того Что здесь есть НЛС бас Который в режиме Майк Добавляет серединки В вокал Который мне нравится Давайте послушаем Вот с этой обработкой Без нее На шине всех Вокалов Вместе с бэками Поэтому выслушайте И лид вокал И бэки Давайте я включу Может быть Лучше на припеве Там будет Немножко очевиднее Мес Тепло в твоих плечах Выхранило Снежка начала Выпрыгивать А это Мусажерно Вот такая вот Лепота Получается у нас Собственно говоря Больше Говорить здесь Нечего Кроме Наверное Реверберации Реверберация Здесь была Выбрана Вся Короткая И маленькая Если бы я сделал Просто в демке Была реверберация Примерно Вот такой Послушаем На вступлении Смотрите То есть вы слышите Да, что много А у меня Для того, чтобы Если вы хотите Близкий вокал То естественно Использовать Длинную реверберацию Не стоит Вот То же самое Касается припева Значит у нас Я только боюсь Может быть очень громкий Мужку подприберем И Это демка Понятно, что у меня Здесь есть Барабаны Но Во-первых Я решил не терять дух Микса Потому что микс Ну Точнее Демки Потому что демка Уже там на 85% Звучит как готовый микс Нужно было немножко Прочесать Потому что Лена Ну Хороший продюсер В том числе Помимо того, что Она классный музыкант И поэтому она может Подсобрать что-то уже Похожее Работающее на что-то Вот Поэтому я добавил Немного своей бумаги И Ну как мне Кажется Все получилось здорово Не знаю Насколько это Важно говорить Но Когда вы Делаете обработку На мастер шине Пытаетесь Не Слушать Не весь микс А еще Вместе с этим Слушать какие-то Элементы микса Которые меняются Например Здесь у нас есть Мастер эквалайзер Естественно Я не мог себе Подпоследить В такой Нежной музыке Использовать Какой-то там Курвбендер Который даст Много рок-н-ролла И такого звука Для того Чтобы все было теплее Я добавил Килогерц Килогерц Делает на всей музыке Теплоту Такую как примерно У Джаммер Аквай Это прям Мой главный референс На теплую музыку Это Джаммер Аквай Вот Я поднял Здесь 12 килогерц Для того чтобы Раздуть вверх И не забывайте о том Что Если вы Делаете на мастере Могут начать Например Стрелять эски Поэтому Сначала вы Вешаете его Даете вверх Проверяете С вокалом Или все в порядке Потому что По-моему У меня было все С вокалом в порядке Я вот это сделал Стало звучать лучше Но эски Начали вылазить И стрелять И мне пришлось Их ручками убирать Или я добавил Второй диэсер Я вот не помню точно Но был такой вот Такой вот был Прикол А так Тут Собственно говоря Вся обработка На самом деле На мастер Шине Супер простая У нас обычный Мономейкер Который Делает до 100 Складывает все в моно Да Я отрезаю От 90 Я отрезаю сайды Еще Зачем-то Видимо Мне показалось Что было мало Мономейкера И добавляю На 6 кГц Такой вот Бельчик я делаю Дальше Флайвилл Мой любимый Который все склеивает Дальше Компрессор Который мой любимый Который все склеивает И немножко добавляет Удара в бочку Вот этот вот Он Очень красиво Добавляет И собственно говоря Видимо был Лимитер G3 Который Раздавает громкость Этого микса И в конце Пароль 2 Пароль 2 Здесь мне нужен Как турпик Лимитер После инвизибл Лимитер Он не нужен Потому что Инвизибл Лимитер Не пропускает пики Но у меня бывают Лимитеры Которые Пики пропускают У меня он просто Висит по умолчанию Всегда И почему бы и нет Он меня отсекает На минус 0.3 Децибела На всякий случай Ну то есть Чтобы моя душенька Была спокойна Примерно вот этим Я и занимаюсь Естественно стоит В оверсэмплинге Чтобы все эти вот Клипы Которые будут Вылазить Не делали Все штуковины Ну это типа Я просто Отслеживаю громкость Все отдал В минус 9 артисту Потому что Выжимает такую музыку В минус 5 По-моему Это кощунство Пожалуй На этом стоит Закролять эту часть И смотрите Окончение этого ролика Песня уже вышла Я оставлю ссылки На нее И на прекрасную Лену Если вам понравилось В описании И вы можете Послушать ее Если хотите Ссылки на меня Тоже там будет В описании Если вам нужно Сведение Мастеринг Или запись В Самаре Или в Москве Я работаю И у себя тут И на студии Войсес Огромное спасибо Всем бустерам Они бегут сейчас По экрану Ребят Огромное вам спасибо Это мои волшебные Бусти подписчики Которые Благодаря которым Я могу снимать Ролики Делать свое Видео Производство Здесь Вот И у меня там Выходят иногда Разные Закрытые Видосы Которые я не могу Не хочу Или мне лень Выкладывать На основной канал Так что можете Пройти Подписаться И поддержать меня На сумму Которая вам будет Комфортно Благодаря этим деньгам В том числе Я содержу этот Ютуб канал Так что ребята Вам огромное спасибо Если хотите Поддержать Присоединиться Велком Пожалуйста Буду рад Можете подписаться На мой вконтакте На мой вк Все будут Ссылочки в описании Хватит трендить Не забудьте Глянуть последние Два Вот эти вот ролика Адью ребята Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok